История развития отдельных видов транспорта и единой транспортной системы уходит в далекие времена и тесно связана с научными достижениями. С изобретением колеса стал развиваться сухопутный транспорт. До этого применялся лишь Волок. Любопытно, что изобрели колесо вовсе не для того, чтобы быстрее передвигаться. Людям нужно было перемещать грузы. Только много позднее человечество задумается о транспорте для себя. На водном транспорте долгие годы в качестве двигателя использовался парус. На суше различные животные. Характерная черта транспорта – тесная связь с культурой и торговлей. Изобретение компаса, которое в XV веке привело к эпохе великих географических открытий, значительно расширило возможности общения между странами. Формирование транспорта общего пользования в Европе в 60-е годы XVIII века совпадает с эпохой промышленного развития. Паровой двигатель дал транспорту невиданную до сели мощь и вызвал бурный рост экономики, позволяя осваивать новые территории для проживания населения и производства различной продукции и расширять связи между городами и странами. Рост экономики, в свою очередь, дал толчок развитию транспорта для обеспечения нужд производства и вывоза продукции. Здесь прослеживается причинно-следственная связь между транспортом, экономикой и структурой общества. Появление транспортных средств, работающих на электротяге, в частности электрического трамвая, изменило облик города, так как уменьшение времени передвижения позволило расширить территорию города. Появление реактивных двигателей сократило время на транспортировку грузов и пассажиров до минимальных значений, в связи с чем возросла прежде всего активность передвижения населения по странам и континентам. Развитие космического транспорта значительно расширило представление людей о космосе и предоставило возможность изучения других планет Солнечной системы. Возникновение и развитие железнодорожного транспорта относится к первой половине XIX века и напрямую связано с формированием капиталистического способа производства, ростом крупной промышленности, в частности горнодобывающей, образованием национальных и мировых рынков, потребовавших быстрой, массовой, недорогой и достаточно регулярной перевозки грузов. Первые лежневые дороги были проложены на железоделательных заводах, шахтах и рудниках, применялись в Великобритании с XIV века. Лежни были деревянные, изнашивались быстро, повозки часто сходили на землю. Тогда на дерево стали набивать железные полосы. По лежням лошадь перевозило в четыре раза больше груза, чем на наземных повозках. Первые металлические рельсы были изготовлены в Великобритании в 1767 году. В 1776 году их конструкцию изменили, введя чугунные уголковые рельсы. Многие изобретатели в эту эпоху пытались построить локомотив, двигающийся по рельсам. Особенно большое значение для создания железнодорожного транспорта имели работы шотландского инженера и механика Ричарда Тревитика, который первым пришел к идее применения паровых локомотивов на специально устроенных рельсовых путях. В 1803 году Тревитик сконструировал паровоз для рельсового пути, а в феврале 1804 года провел первое его испытание. Впоследствии Тревитику удалось добиться еще большей скорости, причем паровоз стащил целый поезд из пяти вагонеток, общим весом около 25 тонн. Паровоз Тревитика был первым рельсовым паровозом в мире. Однако путь, состоявший из хрупких чугунных рельсов, был не приспособлен до передвижения столь тяжелого локомотива, поэтому происходили частые задержки из-за поломки рельсов. Через три года упорной работы над усовершенствованием паровоза и рельсового пути Тревитик построил первую в мире опытную кольцевую дорогу в Лондоне. В 1803 году Джордж Стиффенсон вместе со своим сыном Робертом построил первый паровозостроительный завод, что позволило открыть междугороднюю железнодорожную станцию общего пользования. А в 1814 году он сконструировал и испытал свой первый паровоз, который в основном и решил проблему создания парового железнодорожного транспорта. В 1811-1812 годах в Англии создали паровоз с тремя парами колес. Гладкие задние и передние катились по рельсам, а зубчатые средние цеплялись за рейки, проложенные рядом с рельсами. Это изобретение не нашло применения на железной дороге, но было прообразом фуникулера. В 1818 году была построена первая железнодорожная линия протяженностью 61 километр между городами Стоктоном и Дарлингтоном, предназначенная для перевозки угля. В 1825 году Стоктон-Дарлингтонская линия была открыта для публики. Новая железная дорога быстро показала преимущество нового вида транспорта перед старыми способами передвижения, и популярность железнодорожного транспорта в Англии стала быстро расти. Железные дороги коммерческого назначения были построены во Франции 1828, США 1829, Бельгии и Германии 1835, Италии 1839, а также в Австралии, странах Азии, Африки и Южной Америки, 50-е годы XIX века. Начало строительства рельсовых дорог в России относится к концу XVIII века. Чугунная рельсовая дорога в России была построена в 1788 году инженером Ярцевым на Александровском пушечном заводе в Петрозаводске, а затем в 1808-1810 годах на Алтай. Первый паровоз в России был построен отцом и сыном Черепановыми в 1834 году на Нижнетагильском заводе Демидовых на Урале. Однако замечательные машины Черепановых не были использованы для развития железнодорожного транспорта в России. Первая железная дорога общего пользования в России была проложена между Санкт-Петербургом и Царским селом в 1837 году. Перевозки осуществлялись английскими паровозами со скоростью до 60 верт в час. В 1851 году была построена двухпутная магистраль Москва-Санкт-Петербург протяженностью 645 километров. Магистральные тепловозы в России были построены в 1924 году. Первые отечественные вагоны были построены в 1854 году на Александровском заводе в Петербурге. Мощность первых паровозов была 30-40 киловатт, а к началу 20 века она достигла 601 тысячи киловатт. К этому же времени относятся первые попытки создания новых видов тяги – дизельной, тепловозной и электрической. Впервые электротяга была применена в США в 1895 году, а в России – в 1926 году. В 1929 году открыли сообщения на электротяге между Москвой и Мытищами. Электротяга является экономически выгодной, не загрязняет окружающую среду, что особенно важно, если железная дорога проходит в тоннелях. Известны случаи отравления машинистов в тоннелях паровозным дымом. Применение электротяги способствовало развитию метрополитена. Так, время появления первых линий подземки в Лондоне – 1863 год, Нью-Йорке – 1868 год, Будапеште – 1896 год, Париже – 1900 год, Берлине – 1902 год, России – 1935 год. Железные дороги со второй половины XX века стали развиваться как межгосударственные и даже межконтинентальные. Примерами могут служить межгосударственная сеть железных дорог Европы и железные дороги России, через которые осуществляются евроазиатские связи. Усиление международных торговых отношений, развитие науки, экологическая ситуация и энергетические проблемы потребовали модернизации и совершенствования железнодорожного транспорта, которому нет альтернативы в дешевых массовых и экологически чистых перевозках. Что особенно заметно с 80-х годов XX века, когда удалось значительно повысить скорости на железных дорогах мира. Конец XIX – начало XX века характеризуется появлением и развитием автомобильного транспорта. В 1752 году крестьянин Казанской губернии Шамшуренков сконструировал самобеглую коляску, демонстрация которой проходила в Санкт-Петербурге. В 1791 году талантливый самоучка Иван Кулибин продемонстрировал трехколесную самокатку, в которой были коробка передач, маховик и другие детали. Управление производилось педалями, скорость составляла до 10 км в час. Паровые автомобили появились в России в 1766 году, изобретатель Иван Ползунов. Во Франции в 1769 году, изобретатель Никола Жозеф Кюньо. В Великобритании в 1800 году, изобретатель Оливер Эванс. В 1801 году, изобретатель Ричард Тревитик и затем в других странах. Автомобиль на бензиновом двигателе создан в 1862 году, изобретатель Этьен Ленуар. В 1801 году крепостной слесарь Ефим Артамонов построил первый двухколесный металлический велосипед. Затем создавались паровой, водяной, электрический, складной велосипеды. Многие узлы и конструкции велосипеда в дальнейшем стали деталями автомобиля. Первый электрический автомобиль был создан в 1842 году в России, изобретатель Романов. Можно сказать, что автомобиль не является изобретением одного человека, так как каждый разработчик добавлял в него новые части. Так, германский инженер Бенц, основатель фирмы Daimler-Benz, соединил уже изобретенную коляску и двигатель внутреннего сгорания Daimler и усовершенствовал их. В 1885 году Daimler поставил свой бензиновый двигатель на велосипед, а в 1886 году на четырехколесный экипаж. Позже появились разработки гибридных двигателей – электрических для работы в городе и бензиновых для перевозок на большие расстояния, двигателей на водородном топливе, двигателей на различных видах растительного топлива. Так, с 1975 года из-за энергетического мирового кризиса Бразилия использует многотопливные автомобили, работающие на спирте, получаемом из сахарного тростника. 90% АЗС оборудованы спиртовыми колонками. Создание специализированных автомобилей позволило осуществлять связь между городами. Водный, речной и морской транспорт появился за 5000 лет до н.э. Парус изобретен за 3000 лет до н.э. Первые суда представляли собой плоты, катамараны, бурдюки, выдолбленные или выжженные из стволов деревьев, челноки из шкур, лодки из глины и т.д. Необходимость увеличения грузоподъемности привела к переходу к наборным судам. Первыми движителями служили шесты, весла, до трех ярусов, а навесли до 12 грибцов. Существовали универсальные суда – галеры. Грибные суда использовались до XVIII века, в основном в военных целях. На территории России в XIX веке началось освоение Черного и Каспийского бассейнов. В начале XVII века – освоение бассейна Северного Ледовитого океана. К середине века – освоение Дальневосточных морей. В конце XVII – начале XVIII века Петр I построил порт в Архангельске. В 1703 году заложил Санкт-Петербург на Балтийском море. Позднее на Черном море были основаны порты Херсон – 1778 год, Севастополь – 1784 год, Одесса – 1794 год. Наивысший расцвет флота пришелся на вторую половину XIX века. Грузоподъемность – 5-6 тысяч тонн, скорость – 33 км в час и более. Железный корпус судна появился в середине XVII века. Паровая машина стала применяться с 1807 года в США, с 1815 года в России. Морской колесный пароход был построен в Великобритании в 1818 году. В XIX веке применяли грибной винт. В XIX-XX веках появились паровые турбины, дизели, тепловозы. В России в 1903 году изобрели дизель-электроход. В 1899 году построен русский ледокол «Ермак». Относительно небольшая скорость движения морских судов требовала разработки новых принципов движения. Стали разрабатываться две основные идеи – движение над водой и под водой. Идея создания корабля, как бы висящего над волнами, была выдвинута шведом Эммануилом Свиненборгом в 1716 году. Через 140 лет архитектор Архангельской губернской строительной и дорожной комиссии Иванов предложил проект судна на воздушной подушке. Но паровая машина оказалась слишком тяжелой, и проект отклонили. В России работы над судами на воздушной подушке начались в 1927 году под руководством профессора Владимира Левкова. Построенные катера уже в 1937 году развивали скорость около 120 км в час. Построенное в 1953 году в Англии судно на воздушной подушке проходило пролив Ла-Манш с 250 пассажирами и 30 автомобилями на борту за 40 минут, вместо полутора часов, требующихся для обычного транспортного средства. Другим видом конструкции явились суда на подводных крыльях. Первый патент на идею был получен во Франции в 1891 году Шарлем де Ламбером. Скорость построенного ими в 1897 году катера заметно возросла, однако движение крыла в воде не обеспечивало устойчивости судна. Вплоть до 30-х годов XX века строительство кораблей на подводных крыльях шло без серьезных теоретических расчетов. Проблема была в том, что поведение подъемной силы крыла в жидкости и на границе раздела двух сред воздух-вода значительно сложнее, чем в воздухе. Самолетостроение имело уже достаточно разработанную теорию поведения крыла в воздушной среде. Эта проблема была решена в 1937 году Мстиславом Келдышем и Михаилом Лаврентьевым. В России разработкой судов на подводных крыльях занимался выдающийся конструктор Ростислав Алексеев, 1916-1980. В 1957 году открылось регулярное пассажирское движение по линии «Горький Казань» на крылатом корабле «Ракета», разработанном под его руководством. Корабли на подводных крыльях движутся практически без скачки. Опрос пассажиров показал, что суда на подводных крыльях предпочтительнее в 99 случаях из 100 по сравнению с судами на воздушной подушке. Воздушная подушка и подводное крыло позволяют повысить скорость до 200 км в час, в то время как авиация достигла средней скорости 1000 км в час, а в отдельных случаях – 2500 км в час. Рыночная конкуренция на транспорте потребовала и отводных его видов дальнейшего повышения скоростей, что привело к созданию экранопланов. Эта задача появилась более 50 лет назад, но пока не решена окончательно. В первой четверти 20 века появился воздушный транспорт. Механизм образования аэростатической подъемной силы был открыт Архимедом еще в III веке до н.э. Но подняться в воздух человек смог только через 2000 лет. Развитие летательных аппаратов, способных совершать полеты над землей, шло по двум направлениям – создание аппаратов легче воздуха, воздушный шар, аэростат, дирижабль, и создание аппаратов тяжелее воздуха – самолет, вертолет. Над осуществлением идеи полета работали многие ученые-изобретатели. Так еще в 1475 году Леонардо да Винчи, выдающийся художник, архитектор и талантливый инженер-механик, сделал эскизы вертолетов и планеров с мускульным приводом, один из которых имел вращающиеся винтовые поверхности, другой – машущие крылья. Эскизы появились как результат исследования скелетов птиц и человека. Великий русский ученый Михаил Ломоносов в 1754 году построил аэродинамическую машину, действующую модель вертолета. Это первая в мире разработка летательного аппарата тяжелее воздуха, подтвержденная документально. В 1783 году в Париже прошел испытание воздушный шар братьев Монгольфье, наполненный теплым воздухом от огромного костра. В том же году другой французский ученый Жак Шарль разработал аэростат, наполняемый более легким газом – водородом. В 1799 году английский ученый Джордж Кейлин предложил аппарат с неподвижным крылом, а затем построил планеры для полета человека. В 1852 году совершил первый полет дирижабль с воздушным винтом, приводимый во вращение паровой машины. Полеты на планере принесли известность немецкому ученому Отто Лилиенталю, 1881 год. В России в 1893-1894 годах был спроектирован цельнометаллический дирижабль. В Германии в 1900 году был продемонстрирован полет жесткого каркасного дирижабля конструктора Цеппелина. В 1883 году знаменитый русский ученый Александр Можайский построил самолет с паровой машиной для привода в действие воздушных винтов. Однако ни его самолет, ни самолеты ученых других стран того времени с аналогичной силовой установкой успеха не имели. Первый пилотируемый полет аэроплана с бензомоторной силовой установкой состоялся в 1903 году в американском местечке Киттихок в Северной Каролине. Изобрели, построили и испытали воздушную машину американцы-братья Райт. В конце 1906 года поднялся в воздух первый европейский аэроплан конструкции Альберто Сантос-Дюмона, и центр развития авиации переместился во Францию. Француз Луи Блерио впервые перелетел через пролив Ла-Манш за 37 минут, ширина пролива 40 километров, в 1909 году. Авиация начала служить человеку, когда ей едва исполнилось 7 лет. Первый официальный рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из Аллахабада до Наини, во время которого Анри Пике перевез 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 километров. 4 июля 1911 года можно считать днем рождения грузовых воздушных перевозок. В этот день пилот доставил заказчику коробку с лампами от компании General Electric. В России первые полеты самолетов отечественных конструкторов Сикорского, Кудашева и Гакеля начались с 1910 года. В это время можно выделить три направления развития авиации – легкие самолеты, тяжелые самолеты и гидропланы на поплавках, и лодочные гидросамолеты. Уже в 1913 году русские конструкторы во главе с Игорем Сикорским построили самолет с полетным весом 4200 килограммов. Знаменитый отечественный самолет «Илья Муромец» 1915 год вмещал до 14 человек и имел скорость до 90 километров в час. В 1918 году основоположник аэродинамики Жуковский создал лабораторию, позднее реорганизованную в Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Появилась целая плеяда отечественных конструкторов. Сергей Илюшин – самолеты «Ил», Андрей Туполев – самолеты «Ту», Олег Антонов – самолеты «Ан», Павел Сухой – самолеты «Су», Александр Яковлев – самолеты «Як», Семен Лавочкин – самолеты «Ла», Артем Микоян и Михаил Гуревич – самолеты «Миг», Михаил Миль – вертолеты «Ми», Николай Камов – вертолеты «Ка» и другие. Первые полеты гражданской авиации начались в 1924 году по маршруту Москва-Нижний Новгород, а в 1925 году в России была открыта первая международная линия Москва-Берлин. В 50-х годах начала развиваться реактивная авиация, позволившая достичь скорости 2500 км в час, отечественный «Ту-144» и зарубежный французско-английский «Конкорд». 80-е годы характеризуются развитием воздушно-космических аппаратов многоразового использования, сочетающих достоинства авиационной и космической техники, например, «Буран», «Россия», «Шаттл», «США». Многоразовые корабли напоминают реактивный самолет с треугольным крылом. Кабина экипажа герметизирована. Грузовой отсек может открываться в космосе, выпуская спутник или выгружая конструкции орбитальной станции. «Шаттлы» имеют стыковочные узлы с переходными отсеками, которые позволяют им причаливать к Международной космической станции. Можно с уверенностью сказать, что история человечества неотделима от истории развития транспорта. На сегодняшний день общая протяженность мировой транспортной сети всех видов транспорта составляет 31 миллион километров. В том числе 25 миллионов километров наземных путей сообщения. Из них 86% автомобильные дороги, железные дороги – 7%, трубопроводы – 4%, судоходные речные пути, включая каналы, озера и водохранилища – 3%. Человечество активно развивается, демонстрируя порой революционные вещи. Что же нас ожидает в будущем? Все чаще мы слышим о том, что существующий ныне транспорт уже не отвечает требованиям современного человека. Вполне возможно, что скоро самолеты, поезда и автомобили, перевозившие человечество весь 20 век, станут историей. Сегодня наблюдается тренд на создание беспилотных авто. Параллельно ведутся разработки персональных летательных аппаратов и аэротакси. Транспорт выносится на второй уровень. Грядут гиперскорости и освоение ближнего космоса. Что нового в истории транспорта произойдет в 21 веке? Мы не можем сегодня сказать это наверняка. Но можно сказать с уверенностью, что транспорт в 21 веке должен быть высокоскоростным, эффективным, простым в реализации, недорогим в строительстве и обслуживании, экологически чистым и безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Вместе с физиологией человека эволюционирует и его интеллект. И человечество, наконец, должно понять, что все, что оно создает и эксплуатирует, должно дружественно сосуществовать с нашей планетой. И даже несмотря на то, что транспорт – одна из важнейших составных частей материальной базы экономики любой страны, нужно прежде всего думать о здоровье планеты. И только потом о выгоде. Продолжение следует...